Движение по улице Зверева открыто. Автомобилисты мечтали об этом событии давно. Теперь появилась дополнительная дорога, которая соединила центр города с улицы Кузнецова в обход улицы Жарова. Подрядная организация выполнила все работы оперативно. Выложили два основания асфальтобетона, верхний слой сделали типа А, той конструкции, которая будет у нас стоять не менее пяти лет, на которую мы даем гарантию. Самое главное, что эта улица нужна городу в том плане, что она дублирующая улица с улицей Ленина. И так же, как и делали в прошлом году улицы Кузнецова, теперь эти три улицы дадут хорошую разгрузку городу по транспорту. В каком состоянии была улица, теперь напоминают только фотографии. Асфальт отсутствовал вовсе. Предположить, что здесь появится парковка, местные жители даже не могли. Чтобы привести дорогу в нормальное состояние, мэрии потребовалось три года. На капитальный ремонт улицы Зверева и прокладку линий наружного освещения зарасходовали более 40 миллионов рублей. Она не ремонтировалась уже более 50 лет. По ней проехать было вообще невозможно. Я бы даже не назвал, что это была улица. Это было просто направление движения. Можно было проехать только на тяжелой гусеничной технике в основном. Естественно, не было тротуаров, не было освещения. Ремонт дорог дублеров и ванной продолжится. В следующем году планируется приводить в порядок улицу станкостроителей, если, конечно, будут средства в дорожном фонде. Это действительно та трасса, которая поможет решить проблему пробок. Проектно-сметная документация на один из участков этой магистрали уже готова.